Все работы, связанные со строительством следующей станции Самарского метрополитена, остаются на непрерывном контроле. Он ведется региональным заказчиком во взаимодействии с администрацией Самары. В историческом центре после переустройства трамвайной линии в районе перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской по улице Галактионовской следуют все трамвайные маршруты, включая те, что ранее проходили по улице Фрунзе. На время проведения строительных работ трамвайные сообщения по улице Фрунзе и на участке улицы Венцека от улицы Чапаевской до улицы Фрунзе приостановлено. Ограничение движения автотранспорта на перекрестке улиц Галактионовской и Красноармейской будет в силе до конца августа. Это не распространяется на спецмашины оперативных экстренных служб автомобилей граждан, проживающих в зоне ограничения движения, и служебный транспорт для обслуживания промышленных и торговых объектов, расположенных в зоне ограничения движения. В другой зоне метростроя в районе улиц Полевой и Новосадовой идет разработка стартового котлована с вывозом грунта. Плановая дата завершения работ – 25 апреля. После ввода в эксплуатацию новой станции добраться из отдаленных районов до исторического центра города можно будет за считанные минуты. По расчетам экспертов, пассажиропоток в подземке увеличится минимум на 15 процентов. Станция театральная, она как раз может приводить людей из безымянки из отдаленных районов нашей Самары в центр города, в исторический центр, чтобы люди могли дойти до набережной погулять, чтобы они смогли сходить в театр. Для нас особенно это важно, потому что сейчас есть проект «Пушкинская карта», и у нас таким образом больше школьников сможет посещать театры. И я понимаю тех жителей, которым сейчас строительство метро доставляет неудобства, но мы понимаем, что неудобства – это временно, а метро уже это будет на всю жизнь.